Приложение к системам счисления. Все мы используем десятичную запись, но не все понимаем, что она означает и какой ее глубинный смысл. Счисление и записи чисел. Вот, значит, смотрите. Как мы записываем число? Например, 125. Что это? Это 100 плюс 20 плюс 5. Конечно, пятачок, да? Я и сам так думаю. То есть это 1 умножить на 10 в квадрат плюс 2 умножить на 10 в первый плюс 5. То есть это 5 плюс 2х плюс х квадрат при х равно 10. Значение конкретного многочлена при х равно 10. И это и означает, что в системе счисления по основанию 10. Ну и теперь как бы, допустим, мы умножаем вот эти два числа. Я сейчас вам покажу, ну, как обычно умножают, все знают. Я сейчас покажу быстрый способ. Вы поймете, что он эквивалентен исходному. А мы зато сразу увидим, что этот способ в точности означает умножение многочленов. Значит, итак, 5 и 3, 15. 5 и 1 в уме. 1 переходит в следующий разряд. Что значит в один разряд? Значит, 15 это 10 плюс 5. Значит, в разряде десяток у нас появилась лишняя единица. Теперь умножаем десятки, чтобы получить это. Мы умножаем десятки на единицы или единицы на десятки. 2х3, 6. 5 и 1, 5. В сумме 11 десятков. И еще один десяток у нас оставался. Значит, 12 десятков. 2 и 1 десяток опять остается в уме. Ну, не десяток уже, а сотня. То есть 12 десятков. Это значит 2 десятка и 10 десятков. То есть 1 сотня. У нас остается 1 сотня в уме. Запоминаем ее. Теперь смотрим, как получить сотни. 1 на 3. 3 сотни. 2 на 1. Это десятки на десятки тоже будут сотнями. И 5 на 2. Значит, итак, 1 сотня осталась в уме. Плюс 3, 4. Плюс 2, 6. Плюс 10, 16. То есть у нас 16 сотен. 6 сотен записываются в разряд сотен. А 10 сотен это 1 тысяча. И она нам опять остается как 1 в уме. Теперь, значит, прибавляем десятки на сотни и сотни на десятки. Это дает нам тысячный разряд. И плюс 1 в уме. Значит, 1 плюс 1, 2. Плюс 2, 2, 4. 6, если я не ошибся. Здесь стоит 6 тысячных разрядов. И ничего в уме у нас не осталось. Ну и, наконец, десятитысячный разряд. Это понятно. Сотня на сотню. То есть 2. Вот у нас получилось. Я всегда умножаю так. Сразу же. 2, 6. 6. 2, 5. Ну давайте проверим, тем не менее, это. Значит, что такое 125? Это вот этот многочлен в десятке. Что такое 213? Это применение многочлена 3 плюс x плюс 2 x квадрат. Тоже к десятке. Значит, соответственно, при умножении нам нужно вначале их перемножить, а потом уже к десятке применить. Перемножаем. 3 плюс x плюс 2 x квадрат на 5 плюс 2 x плюс x квадрат. Не дай бог я ошибусь сейчас опять, как часто бывает в примерах. Трижды 5, 15. Так. 15. Плюс 5 x плюс 6 x. Это 11 x. Смотрите, здесь я ничего никуда не переношу, потому что я десятку-то еще не подставлял, а вдруг я захочу в другой системе исчисления это все делать. Тогда у меня совершенно по-другому будет переноситься и разряды. А умножить их можно единым универсальным образом в любой системе исчисления, а потом просто подставить. Ну, давайте перенажать дальше. Значит, 11x. Главное мне, блин, не ошибиться. Ну, мы потом проверим. Значит, 10x квадрат плюс 2x квадрат, 12x квадрат плюс 3, 15x квадрат. При x кубе что у нас стоит? x на x квадрат x кубе. 2x квадрат на 2x. 4x кубе. 5x кубе. Ну, и, наконец, при x4 стоит 2. Вот. Теперь я применяю в десятке. Да, применяем к 10. То есть вычисляем эту функцию в точке x равно 10. 15 плюс 110 плюс 15500 плюс 5000 плюс 20000 равно, значит, ну, вот 20, значит, ну, давайте, чтобы я не ошибся нигде. 20 тысяч, 5000, 1500, 110 и 15. 0005, 11002, 156, 156, 2. Все. Ура. Видите? То есть мы записали число как многочлен, а потом вспомнили, что вычисляли его в десятичной системе отчета. Ну, а ничем это все не отличается от любой другой системы отчета, да? В любой системе отчета, которую вы только не захотите взять. В системе счисления, извиняюсь. Счисление. Число записывается как многочлен. Как, давайте напишу так, значение многочлена, значение некоторого многочлена при x равно, равно чему? Основание системы счисления. Системы счисления. Ну и все. Ну, дальше, друзья, я думаю, что каждый из вас может просто поэкспериментировать с тем, чтобы попереводить, значит, вот эти вот все, значит, куча упражнений. По переводу между двоичной и десятичной и т.п. станут для вас самоочевидными. Станут для вас самоочевидными. Ключ ко всему понятия многочлена. Ключ к ним всем красным многочлена. Все. Ну, это гуманитарное обоснование такое, как мотивационное обоснование того, что нам так интересны эти многочлены. Но начинаем мы их изучение с самого простого случая, когда у нас кольца конечные, просто кольца остатков. Применяем место x, просто по очереди каждый из элементов кольца, и получаем набор значений многочлена во всех элементах кольца. То есть прямо многочлен как функция, заданная в виде таблицы. Продолжение следует...